Ни одной свободной минуты нет у работников хозяйства племзавод «Алга». Они занимаются подготовкой пассивных комплексов, почвообрабатывающей и уборочной техники к полевым работам. Яков Ираев в хозяйстве работает механизатором. Его трактор, проработав сезон, требует ремонта. Работаю я уже больше 30 лет трактористом и на комбайне работал. Сейчас ремонтируем. С деньгами туговато, конечно, но по поступлению запчасти покупаем, ремонтируем тракторы. Прошлый год для агрария в кооперативе выдался нелегким. Чтобы в новом сезоне не было простоев, проводится капитальный ремонт сельхозмашин. Для этого в хозяйстве созданы все условия – теплый гараж, запчасти и своевременная оплата труда. По технике у нас в данный момент имеется 4 КАМАЗа. Начнем с самосвалов. 4 самосвала. 3 самосвала на базе ЗИЛ-130. МТЗ-82-5 тракторов. МТЗ-84 трактора у нас. Есть также погрузчик ЖСБ, который круглогодично работает. По комбайну, наверное, 3 комбайна зерноуборочных, кормоуборочных комбайна 2. Прицепные у нас. Все КАМАЗы, самосвалы у нас имеют прицепы. Обещается опять повышение цен на весенний период, на весенние полевые работы. Думаем закупать до того, как цены вырастут. Заранее хотим закупить, да, на весенние полевые работы. А запчасти у нас, ну, запчасти растут каждый день. То есть, поэтому в сезон, это тем более еще ощутимо в сезон. Когда, допустим, сезон комбайнов начинается, запчасти резко растут. Сезон, посезонно растут, запчасти очень быстро растут, так скажем. Ну, к какому числу примерно, когда примерно заканчивается ремонт? Заканчиваем, планируем полностью закончить ремонт к концу марта. Уже к весенним полевым работам у нас 100% готовность будет. Далее участники семинара отправились в Старобуртюковскую молочно-товарную ферму. В шести корпусах содержится более тысячи голов скота, 480 из которых дойные коровы. Зимовка идет успешно, кормов заготовлено на два года. Но, как отметил руководитель хозяйства, чтобы буренки не теряли продуктивность, животноводы кормят их по специальной технологии. Последние годы мы работаем с балансированными кормами. Изучаем, даем, бьем анализ крови коров. Именно делаем, что не хватает организма коров для полученной продукции. Мы эти компоненты покупаем, микроэлементы и даем коровам. Еще дополнительно привезли мы патока, более 100 тонн. Это обеспечиваем животных с сахаром. Делаем сувотники специалистами. Бригада специальная работает. Готовим хвойные лапки. Это тоже самые необходимые, которые содержат необходимые витамины. Плюсы такого кормления отметил и начальник отдела сельского хозяйства. Денис Биков добавил, что сегодня цена на молоко понижается, и хозяйством приходится работать практически в экстремальных условиях. В то же время повышается требование к качеству молока и работе хозяйств. Вводятся новые законы и изменения. Это дополнительные затраты. Предстоит большая работа по проведению мероприятий по учету и идентификации всего восприимчивого кящего поголовья сельскохозяйственных животных и присвоение уникальных 16-значных буквенно-цифровых идентификаторов государственной системы учета и занесения данных в единый федеральный реестр. Это будет проводиться, мы уже планируем закупать через Барж-Зоиц на вот эти новые бирки для сверхоживотных. И согласно весенней обработке будет, будем уже проводить идентификации животных. Цена бирки 16 рублей для КРС, для мелкого рогатовского 14 рублей. Там есть регион, вид животного указывается, код района и код хозяйства. Что она даст? Это в процессе ведется к тому, чему? Потому что любой скот, который должен быть на пастбище, должен быть идентифицирован. Если животное не идентифицировано, значит вакцинация не проводилась. Тем не менее, молоко остается главным источником прибыли. Важно работать над повышением его количества и качества. Соответственно, увеличивать поголовье продуктивных коров. Ученые рекомендуют хозяйствам практиковать искусственное осеменение и не допускать родственного скрещивания. Для участников семинара провели и мастер-класс на эту тему. В основном искусственное осеменение, это случкой занимается в районах, осеменение осеменяет быками-производителями. Быки-производители сомнительного происхождения. Иногда даже родственники со своего же хозяйства осеменяют своих же родственников. Получается инбридинг, родственное скрещивание. Соборудить, в принципе. Да, да. И при инбридинге у животных уже проявляется качество дикой формы жизни. У них молоко надаивается только, это дается столько, коровы дают молока, столько, может накормить только своего теленка. Там максимум 3-4-5 килограмма в дальнейшем. Поэтому, чтобы повышать качество коров, маточного поголовья, стада, нужно использовать только искусственное осеменение. СПК «Племзавод Алга» – единственное хозяйство в районе, которое специализируется на искусственном осеменении. Этим занимаются два специалиста. Девушки-профессионалы своего дела и не раз участвовали в региональном конкурсе на звание лучшего семинатора республики. Результатом их деятельности являются здоровые и крепкие телята. Я думаю, что вот это, используя искусственное осеменение, получая вот этот телят продуктивный, что у нас в будущем, производство молока будет увеличиваться. Для этого у нас все основания есть, все мы для этого работаем. 60-65% в ручке у нас на сегодняшний день идет от продажа молока. В теоретической части семинара животноводы района остановились на итогах работы. Так, в прошлом году были увеличены объемы производства мяса на 10% и молока на 2%. Главный зоотехник подчеркнул, что практикуя искусственное осеменение, хозяйство повышает продуктивность скота. Исходя из всего, были намечены приоритетные задачи на будущий год. Основные направления это производство молока, наращивание темпов, производство молока, увеличение продуктивности коров. Для этого направление берем, это внедрение 100% искусственного осеменения. Поэтому направление надо работать, раз искусственное осеменение, это учет, это отчетность, как говорится, своевременная, это отсутствие яловости и другие вопросы, экономический вопрос решается. Это, значит, другое направление, это создание от кормыша групп. В каждой ферме, в каждом хозяйстве. Вот анализ тоже показывает, что несколько хозяйств в этом году по мясу получили, значит, рентабельность. Следующее направление это, все-таки, покупка племенного скота. Мы включаем, вот недавно на днях собрали всех потенциальных покупателей, скажем так. Это шесть хозяйств, перед ними руководителями поставили задачу. Хорошо то, что у нас в районе есть племенное хозяйство, которое выращивает, скажем так, достойных племенных телок. Мы должны еще работать над выращиванием, направленным выращиванием племенных телок у себя в каждом хозяйстве. Для этого необходимо, мы должны создать необходимые условия и содержания, и кормления, и схема выпекителя должно быть. На решение этих четырех задач будут направлены усилия сельхозтоваропроизводителей района. По словам специалистов, это единственный способ выжить в сложных экономических условиях. Продолжение следует...